Мужчину без штанов заметили в 47-м квартале. Эксгибиционист лежал в кустах. Участковым уполномоченным проводится проверка. Устанавливается личность гражданина. Водитель легковушки стал виновником гибели матери пятерых детей. Все произошло в сентябре прошлого года. По версии следствия, мужчина в алкогольном опьянении выехал на встречную полосу и на скорости 80 км в час потерял управление и влетел в дерево. Машина с пассажиркой перевернулась. Железнодорожный районный суд вынес мужчине приговор в виде шести лет колонии, поселения и лишения прав на 2 года и 9 месяцев. Учитель ИЗО напала на свою подругу с ножом. По версии следствия, женщины распивали спиртные напитки и поссорились. Нападавшей грозит 6 лет исправительной колонии общего режима. Обвиняемая уже подавала апелляцию. Верховный суд Бряти оставил приговор без изменений. С начала купального сезона в реках Улан-Удэ утонуло уже 14 человек. Шесть из них дети. Все они плавали в запрещенных местах. Хочется обратиться к родителям. Не оставляйте детей без присмотра на берегу, потому что буквально один шаг может отделить ребенка от беды. Мы напоминаем, что плавать можно только в специальных местах. В противном случае вы рискуете жизнью. Сразу три мотоциклиста попали в ДТП за последние сутки. Двоим нет 18 лет. Так, сегодня в Улан-Удэ 50-летний водитель Митсубиши Делика не уступил дорогу на Павлова 29-летнему мужчине. Его доставили в больницу с переломом голени. В Баргузинском районе 14-летний гонщик, естественно, без прав, столкнулся с Хондой Фрид. Мальчика доставили в больницу. В Кабанском районе водитель 16 лет, также без прав, наехал на лошадь. Он и пассажир с травмами различной степени тяжести. Заключила липовый договор на 2,5 миллиона и забирала чужие зарплаты. В Улан-Удэ перед судом предстанет женщина, которую обвиняют в превышении должностных полномочий. Генеральный директор строительной компании, по версии следствия, с февраля по июнь 23-го года не платила зарплату пятерым своим работникам. За это время накапало 778 тысяч рублей. Вдобавок к этому следствие рассматривает заключение незаконной сделки еще на 2,5 миллиона. Дело передали в Октябрьский районный суд. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы. Марафон «Чистый Байкал» стартует уже 10 августа. У вас еще есть время зарегистрироваться. Четыре дистанции – 42 километра, марафон – 21 километр, полумарафон – 10 и 3 километра. Эстафета – это марафонская дистанция, она разбита на 6 этапов. Две дистанции по 10 километров, три по 5 километров и одна дистанция 7 километров. В командной борьбе принимают участие две женщины и четыре мужчины. Это обязательное условие. 9 августа участники пройдутся вдоль берега Байкала и честят территорию от мусора. Это ежегодная традиция. Для марафона перекроют участок дороги недалеко от села Максимиха. В этом году ждут полторы тысячи бегунов. Каждый, кто осилит свою дистанцию, получит памятные медали и мерч. Возрастное ограничение – 16+. Продолжение следует...